Президента Путина, что спецоперация будет эффективной, короткой, по мирному населению бить не будем, только зайдем, Росгвардия, там кадыровцы все наведут в порядок и так далее. Вот эти люди, ну, просто подставили всех нас очень сильно. Но эти люди есть, вы уверены. Конечно, есть. Президент же не сам как бы сидел и думал, дай-ка я начну спецоперацию. Кто-то приходил, говорил, что украинцы сдадутся, разбегутся, все в Россию попросятся. Кто-то же это ему говорился, в конце концов, да? Не знаю. Да и на телевидении говорили, Андреевич. Здесь говорили, мы подошли к черте, за которой надо вот просто понимать простую вещь. Победить Украину теми ресурсами, которые сейчас Россия там пытается воевать в режиме колониальной войны, да? Контрактники воюют, там, значит, ЧВК и так далее, мобилизации нет. За ритоики следите. Ну, это невозможно абсолютно, потому что российской армии, там противостоит вообще сильная армия, которые по полной программе поддерживают сильнейшие в экономическом, технологическом отношении государства, Европу, да? То есть вы предлагаете мобилизацию провести, военную мобилизацию, мобилизацию, там, сознания или экономии? Начать переговоры о прекращении войны и перейти к политическим вопросам. Вы с Николаем Игоревичем это постоянно понимаете, Сергей Михайлович. Сергей Михайлович, начать переговоры или действовать так, как вот Богдан нам тоже предлагает. Никаких с нацистским режимом Зеленского быть не может. Нацистский режим Зеленского должен быть уничтожен. Своим надеждин считает, что у нас... Или мобилизация, или мобилизация, война в полный рост. Я напомню, что недавно совсем, Владимир Владимирович очень правильно сказал, мы еще не начинали. Когда надо будет, начнем. Так уже вот в том, что... Мобилизации не нужно. Надо или начать, или уже расходить. У нас хватает сил, и все решается по этапу. Простите, а чего мы ждем? Вот вы говорите, что хватает сил. Мы слышим, что все идет по плану. Но неужели кто-то всерьез верит, что шесть месяцев назад план был, чтобы сейчас мы там оставляли Бакалею, контрнаступление отражалось в Харьковской области, мы смогли взять Харьков. Бакалея, а как говор? Здесь было правильно сказано, надо не забывать, коллеги. Мы воюем сегодня с блоком НАТО. Руками украинцев, в том числе хорошо подготовленных. И армия там серьезная, и вооружение серьезное. И разведение там очень хорошая. Поэтому это процесс непростой. Война есть война. И все предсказать и предсказать невозможно. Но силы есть, а самое главное, есть политическая воля. И дело будет длина до конца, до нашей победы. Война это очень комплексное понятие. И там есть и политическая, и есть психологическая составляющая. Вот нам за последние несколько дней нанесли очень чувствительный психологический удар. Что касается не товарища Надеждина, то еще раз прошу следить за языком. Потому что даже в проброс говорить про колониальные войны недопустимо в нашем случае. Это первое. Второе. Вы политик с таким большим стажем. Неужели не можете подняться на одну голову и откинуть весь театр военных действий, а он включает в себя Западную Европу и США? Или вот вы действительно думаете из того, что вы говорите, что мы там протырились через границу и пытаемся отгрызти кусочек территории. Идет глобальная война, это ее фрагмент. И именно отсюда надо из этого исходить. Глобальная война, я надеюсь, не начнется. А вот если она начнется, то соотношение все будет точно не в нашу пользу. Она уже идет. Есть две теории, как вот со всем этим можно бороться. Первые говорят, что нужно просто жестче работать на освобожденных территориях, СМЕРШ, выявление каких-то диверсантов и так далее. Вторые говорят нам, что этого мало и нужно на территории, с которой отправляют этих террористов, в территории государства Украины, делать что-то, что отрезвит людей, отправляющих этих террористов. Ваш принцип какой? Первый, второй или какой третий? Я думаю, что ни первый, ни второй случай не поможет обеспечить в полной степени безопасность. И вот эти акты, эти преступления будут совершаться вне зависимости от того, насколько, так сказать, жестко будет действовать СМЕРШ. То есть вы хотите сказать, что это с нами навсегда? Вы представляете, что это не остановится? На очень долго. На очень-очень долго. Вот был, он и сейчас есть, эксперт, который дословно говорил, что российские военные рискуют погибнуть, зайдя в Одессу, только, значит, от объятий одесситов, влюбленных в русских. Значит, это практически дословно. Случилось то, что случилось после 24 февраля. Мы все понимаем прекрасно, что это не так. Что одесситы не хотят обнимать русских военных. И этот же самый эксперт сегодня, вчера, позавчера и завтра на федеральном телеканале говорит, надо идти до конца, надо, надо идти до конца и так далее. Я задаюсь вопросом. Если эта экспертиза, этот анализ в первом случае был не просто ошибочен, а, можно сказать, преступно ошибочен, да, катастрофичен, катастрофичен. Почему я должен слушать и прислушиваться к мнению этого же эксперта, который сейчас мне говорит, что нужно идти до конца? Что необходимо еще, чтобы население на местах, люди на местах поддерживали нас, идеологически поддерживали нас. Люди на местах на освобожденных территориях нас поддерживают. И не только на освобожденных территориях, для этого необходимо им, с ними, понимаете, рассказывать, рассказывать украинцам, что их не существует как этносы, как народы. Что украинского языка не существует, это не может вызвать их симпатию. Эти обстреливают, а мы должны разговаривать. Мне кажется, это какие-то несовершенненные действия с мягким. Надо реалистично подходить к людям, которые там живут, и предлагать, говорить им о том, как выглядит их будущее, да, вместе с Россией. Но кем они будут в России? Кем они будут себя ощущать, себя чувствовать? Если они считают себя украинцами, то сколько бы им ни говорили, там, Холмогоровы или какие-то еще, понимаете, наши люди, что их не существует, говорите человеку, что его нет, отрицать его сам, это значит вызвать его отморожение. Мне кажется, что это все надо было делать или раньше, или надо будет делать чуть позже, когда военная фаза закончится. Вот насколько быстро она закончится, это вопрос. Нам нужно выиграть войну на Украине. Мы должны ликвидировать там нацистский режим, а после этого, кто еще захочет, пусть приходит, и мы с ними поговорим. И сколько лет мы будем это делать, Саша? Сколько надо. Очень хорошо. Сколько надо, столько будет. Спасибо за честное ответ. Потому что это специальная военная операция, которую некоторые, я тоже называю, Великой Отечественной. То есть мои 10-летние дети еще повоевать успеют, правильно я понимаю?